Ну там сейчас две ступеньки, ну это где-то, наверное, ну почти метр, где-то сантиметров 80 метр, наверное, воды. Владимир остался без доступа к собственному погребу. Воды по колено, доски и оборудование ушли в свободное плавание. Пострадал и урожай. За него, говорит Владимир, обиднее всего. Хорошо, что картошку не успел опустить в погреб, иначе было бы совсем худо. Банки кое-какие вон там вытащили, потому что там все плавает, ящики все вытащил. Ну все, невозможно хранить. Успел спасти свой урожай и Дмитрий. Теперь же он каждый день самостоятельно откачивает воду из погреба, чтобы не затопило весь гараж. Откачивать решили своими силами, потому что ждать уже некого, некогда. Потому что вода прибывает примерно 30 сантиметров в сутки, ну стабильно. Раз где-то в двое суток, трое, приходится откачивать. Иначе пойдет уже в техкомнату вода и все, будет мокро. А ждут красноярцы уже долго. Как рассказывают владельцы гаражей, порыв трубы произошел 23 сентября. Топит здесь не впервые. Труба старая, вся в заплатках, вот и ломается чуть ли не каждый год. Точную причину аварии могли бы установить после коммунальных работ, но специалисты не спешат устранять проблему. В Краскоме, которому принадлежит труба, председателю кооператива сказали ждать своей очереди. Но когда она наступит, неизвестно. Уже урожай выкопали, заложили в подвалы. И сейчас подвалы начинает топить. Естественно, уже сейчас наступят морозы, и даже просто просушить подвалы будет невозможно. Хранить людям негде. Получается безвыходная ситуация. И решения от организации, отвечающей за эту трубу, никакой нет. У Краскома своя версия событий. В компании заявили, что специалисты уже провели диагностику и готовятся выполнить работы. Отработали с диагностикой по этому адресу. К сожалению, она не показывает конкретного места, где произошла утечка на сетях холодного водоснабжения. Копать, сами понимаете, под гаражами не представляется возможным. Поэтому сегодня в ночь отключаем холодную воду в части советского района для того, чтобы определиться, откуда же поступает вода. Работы будут выполнены сразу же, как только будет определено место повреждения. Но жителям эта бюрократия неинтересна. У них лишь два вопроса. Когда трубу починят и кто возместит им потери? За урожай, оборудование, погреба. В такой ситуации юристы советуют судиться. В сложившейся ситуации необходимо запастись терпением, заказать и провести оценку причиненного ущерба, собрать фото и видео, обратиться с претензией в Краском. В случае, если Краском не признает свои вины, нужно обращаться с иском в суд о возмещении ущерба, об обязании произвести необходимые работы, если действительно порыв произошел на сетях этой организации. Сейчас вода уже выливается на проезжую часть. Если так продолжится и дальше, потопит и другой ряд гаражей. Но больше всего жители боятся холодов. Тогда ситуация точно станет безвыходной. Так или иначе, кооператив написал заявление в прокуратуру, чтобы отстоять свои права. Елена Армас, Анастасия Масленникова, Новости ТВК.